Жители и гости Уссурийска собрались в центре города. В преддверии праздника Дня Тигра памятник работникам охотнадзора решили открыть торжественно. Скульптура создана по инициативе и за счёт Центра Амурский Тигр. Проект нацелен привлечь внимание к проблеме сохранности окружающей среды в Приморском крае. Деятельность, которая посвящена работе Центра Амурский Тигр и вообще всех защитников природы, была бы невозможной, потому что именно они защищают эту кошку, эту редкую дикую кошку от браконьеров, от других опасностей. Автор проекта «Приморский скульптор» Пётр Чагадаев начал работать над памятником в феврале этого года. Отлиты все детали были в Центре России, в Красноярске. Материалы туда доставлять удобнее, чем в родной Владивосток. Вариантов было много. Егерь и сидел, и стоял, был с собакой, с тигром. Искали наиболее убедительный образ инспектора охотнадзора. Нам надо было именно найти образ человека, который бы по характеру, по внешнему виду, он убеждал людей, что этот человек, он, во-первых, может, он этим занимается профессионально, он это делает, он этим живёт, но при этом он достаточно добр, мягок и крепок, то есть всё-всё-всё, чтобы собиралось. Поэтому это собирательный образ был. Скульптура изготовлена из бронзы. Фигура егеря почти два метра высотой и один шириной. Бревно, на котором сидит мужчина, длиной больше трёх метров. Центр «Амурский тигр» потратил на проект шесть с половиной миллионов рублей и подарил памятник уссурийску. Прекрасный памятник. Рады очень, что он появился у нас. Замечательный памятник у нас сегодня. Замечательный день. И замечательные люди к нам приехали. Вот, в частности, Оксана Пушкина и все остальные. Очень здорово, очень нравится. Почаще было бы таких событий в нашем городе. От этого памятника веет добротой. Вы знаете, просто мы становимся людьми. Вот, люди с высокого слова. И те, которые несут эту службу, просто им вот огромное-огромное спасибо. Работы Петра Чигадаева, автора проекта, уже есть в столице Приморья. Это памятники Владимиру Высоцкому возле театра, Александру Солженицыну на набережной Цесаревича и мемориальный комплекс основателю дзюдо в России Василию Ощепкову и его японским учителям. Бронзового егеря для уссурийска скульптор создавал коллективно с центром «Амурский тигр». Советовались с экологами, сотрудниками охотнодзора. Даже форма, значки и эмблемы у памятника современные. Так здорово! Вот только посмотрите, какие детали, как это все преподнесено. Великолепно! Мы огромное спасибо говорим всем, кто к этому был причастен. Провести торжественное открытие памятника в Уссурийск пригласили телеведущую Оксану Пушкину. В 2014 году Оксана освещала работу по замеру следов «Амурского тигра». С тех пор присутствуют практически на всех событиях, которые связаны с защитой дикой природы и особенно «Амурского тигра». У меня мурашки прям пробегали, что вот я все прочувствовала там и романтику, и опасность. И когда тебе этот тигр дышит вслед, и когда ты вынужден при этом еще и работать. И в каких условиях практически нечеловечески живут порой инспекторы охотнадзора. Еще недавно «Амурский тигр» был на грани исчезновения. Но благодаря работе специалистов популяция редкой дикой кошки увеличилась. Сейчас насчитывают около 550 особей грациозного хищника. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.